Теперь главная тема последних дней. В областном центре уже выпала свыше полуторамесячной нормы осадков. 101% из них ливнями обрушился на город в минувшие выходные. Из-за шторма больше всего пострадали населенные пункты Тюменского района. В селе Каменка мужчина получил ушибы из-за слетевшей крыши дома. Все подробности у Екатерины Кальченко. Эти кадры сняли жителей соседнего дома. Буквально за несколько минут ветер оторвал от здания крышу многоквартирника на улице механизаторов. Железное покрытие улетело на землю, где в тот момент находились люди. Конечно, слышно было, как крышу сорвало. И машину стукнуло еще. Убегали люди. Один вот этот из 15-й квартиры увезли вчера на скорой. Гейматомы были. Ударила? Да, ударила крыша. Они на улице были как раз. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Повезло отделаться синяками. Лечение по месту жительства. Ушибы, мягкие ткани. Гематомы на голове и спина. Он один пострадал? Один. Мы не пострадали и успели зайти. От проливного дождя практически сразу в квартирах жителей вода начала стекать по стенам. Капитальный ремонт этого дома сделан примерно 10 лет назад. Тогда, видимо, сэкономили, сделали только входные двери и, собственно, перекрытие этой крыши. Но, по мнению экспертов, выполнили все с нарушениями. Сэкономили на стропилах, поставили всего лишь по одной, хотя должно по нормативу быть две. На обрешетке сэкономили, да и, собственно, саморезы, которые держат эту крышу, тоже очень короткие. К ситуации подключилась сельская администрация. Было введено дежурство, ведь в тот день пострадал еще один дом. Листы шифера сорвало на улице Новая почти на сутки. Село осталось без света и телефонной связи. Случилось, и сразу же мы были здесь, опрашивали жителей, смотрели. На территории объявлен режим чрезвычайной ситуации, и за счет этого будет произвести ремонт. То есть администрация выделит деньги? Тюменского района или вашего? Я думаю, что это даже из области будут деньги. Новое железное покрытие планируют сделать в течение месяца. Сейчас компания подрядчика начала закрывать крышу полиэтиленом. Гранку не унесет, ее нормально сделают. На степлер, на контр-обрешетку поставят. На сколько ее влезет? Она так и останется, потом пойдет обрешетка и металл. Чтобы основательно перейти к работам, должна установиться сухая погода. По данным синоптиков, дожди продлятся до конца недели. Екатерина Кальченко, Александр Вележанин, Тюменское время.